Ну что ж, друзья, всем доброго дня или вечера. Начнем сейчас наш с вами разбор. Для тех, кто в первый раз попал к нам на канал или вообще впервые видит видео такого рода, хочу сказать, что это разбор работ моих студентов. Это студенты, которые закончили у меня относительно недавно. Также есть студенты, которые закончили уже относительно давно. Это сразу, я думаю, будет видно по работам, которые здесь сейчас будут у нас в нашем разборе. Хочу сказать такие сразу важные нюансы, которые приходится мне каждый раз повторять в каждом нашем разборе. Вы должны понимать, что здесь студенты, которых я знаю, которые пришли ко мне с нуля. И, соответственно, если вдруг вы видите, что я на сильную работу говорю, что нужно где-то что-то переснять, либо еще что, но при этом это сильная работа только в вашем понимании. Соответственно, если вы вдруг такое видите, вы должны понимать, что я знаю уровень этого студента. И, соответственно, если я вижу, что человек начинает халтурить, я об этом сразу ему сигнализирую и отправляю его переснимать. Если вдруг вы видите, что я говорю на слабую работу в целом хорошо, нормально, значит, я понимаю, что студент, который раньше снимал хуже, он начинает расти. И, соответственно, я способствую и направляю таких студентов, чтобы они снимали лучше. Поэтому в этом плане вы не удивляйтесь. Конечно, если бы это был бы разбор работ абсолютно мне незнакомых людей, то было бы немножко, конечно, разбор был бы немножко по-другому. То есть я разбор работ таких уже проводил и не один раз. Вот. А здесь лично всех знаю и, соответственно, лично каждому даю рекомендации. Вот так вот мне приходится это все время повторять. Потому что бывает такое, что в комментариях пишут, блин, сильная работа, а он что-то так сильно докопался. Вот. И вот этому и объяснение. Также, ну, что можно сказать? У нас сейчас идет игра. Мы играем в алфавит. Дуэт, мы уже играли такой, ну, именно вот этот алфавит. В чем заключается алфавит? То есть, допустим, буква А. Мы снимаем все на букву А. Если буква Б, то мы снимаем на букву Б. Понятно, да? Ну, и вот так вот по всему алфавиту. Конечно, сейчас разборы, такие вот игры сейчас стали гораздо реже, чем раньше. Все это связано с тем, что у меня совсем времени сейчас очень-очень мало. Но при этом я все равно нахожу какой-то промежуток времени, где можно выкрасть практически полдня. И, соответственно, это дело все разобрать и записать. При этом, если вы обратите внимание, я сейчас записываю видео, получается, на iPad. У меня сейчас нет возможности записать это все нормально на ноутбук через программу OBS и так далее. либо провести прямой стрим. В первую очередь, связано с тем, что MacBook, у меня MacBook Pro 16, это которая на i9, начинает шуметь кулеры. Ну, и плюс у меня сейчас нет никаких стоек для того, чтобы вот прямо сейчас записывать это все видео на нормальный рекордер. То есть, да, я сейчас записываю через рекордер. И этот звук сейчас я буду накладывать на ту запись, которая, ну, пишется с iPad. Я надеюсь, что будет лучше звучать. Вот, но писать на динамике самого MacBook, то есть на микрофоны MacBook, это гиблая... Как это гиблая затея, потому что хоть там и микрофоны студийного качества, как они это пишут, все равно через какое-то время, через полчаса это все начинает здесь нагреваться, кулеры дуют, и в итоге нафиг это надо. В общем. И поэтому сейчас приходится записывать на iPad. В принципе, удобно на него записывать, но все же могу сказать, что на компе, конечно, это дело все покруче. Но iPad тоже в этом плане у меня стал как рабочая машинка. Вот, и что-то я чувствую, что переходит в какие-то... как это обзор и рекомендации касательно MacBook, iPad. Вот, хотя, в принципе, можно сделать ролик на эту тему. Может ли iPad заменить полноценный компьютер? Хоть таких роликов есть, ну, как в сети их очень много, но у каждого опыт свой использования и свои, конечно, рекомендации и уровень знаний, которые есть в голове. Ладно. Так, что еще можно сказать? У меня сейчас появился новый жанр. Я не могу сказать, что это новый жанр, но это новый проект, который я начал снимать. Он называется MacQ, это на сайте он есть. Я сейчас потихонечку начал загружать эту серию. Значит, в Инсте, помимо самих фотографий, есть еще музыкальное сопровождение к каждой фотографии. Рекомендую всем к просмотру. Вот, следите за проектом, за Инстаграмом и так далее. И, соответственно, тема, в общем, классная. Вообще, скоро будет мастер-класс касательно вот этой вот всей... вот этого подхода. Психология, подготовки к съемке и так далее. Ладно, что-то я опять ушел. Значит, все, возвращаемся к нашему разбору. Касательно мастер-класса скоро будет у нас объявление. Рекламка скоро выплывет. Поэтому все желающие смогут записаться и фотографировать не просто портретики сухие в плане того, что, ну, что-то сфоткали, сфоткали. А такие, чтобы и взгляд живой был, и модель была классная, и так далее, и так далее. Ладно, опять ушел. Значит так, сегодня у нас с вами игра на букву «Б». То есть не игра на букву «Б», то есть буква «Б» у нас сегодня. Ну и давайте сразу же начнем с первой, получается, работы. Итак, первый участник нашей игры. Я опять-таки смотрю на параметры, кто как сфотографировал. Ну, понятно, могу сказать, что этому участнику нужно настроить время в камере, иначе у нее 2015 год. Как будто фотографировал в 7 утра, 19 мая. Ладно, настройте в первую очередь дату и время на своей камере, чтобы было потом легче сортировать файлы, когда вы начнете это на компьютере с этим работать. Окей, значит «Б». Как минимум, это у нас «Бадминтон». Ну, что могу сказать? В первую очередь, что мне не нравится, это глаз. То есть я на каждых своих разборах, у меня попадались работы, где студентов фотографируют, и там касательно волос тоже это есть. И плюс мы на теме по психологии, я, да, я этот пример разбирал, где я показывал, что мне волосы и так не нравятся, и всяк не нравятся. Вот, и какой там был выход из этой ситуации. Я сейчас специально для этого студента открою именно эту фотографию, чтобы она могла это вспомнить. То есть вот, мы прямо на уроке разбирали именно этот момент, касательно, когда глаз попадал, то есть волос попадал на глаз, и как это смотрелось некрасиво. Поэтому такие вещи, такие моменты, то, что вот здесь у нас нужно учитывать. Либо пусть полностью будет весь глаз закрыт, либо пусть он будет полностью открыт, чтобы был и белок, и зрачок. Иначе сейчас это выглядит как зомби. Вот, если вот так вот посмотреть. Ясно, да? Вот, и первое, то, что вот мне само по себе не понравилось. Конечно, в целом, что я могу сказать про работу? Про работу могу сказать то, что, ну, глаз мне не очень понравился. Вот, и вот смотрю, смотрю. Ну, да, здесь я вижу принадлежность от магментона получается. Но, ну, в центре внимания у нас валанчик. Валанчик у нас на букву В. А он лежит на ракетке, на букву Р. Связь, конечно, есть. Понятно, что это бадминтон. То есть, бадминтон я как-то срана выговариваю. Вот, но было бы здорово, если бы она, я не знаю, как-то, игра оба, что ли, с ним? Игра сама шла. Потому что у вас название игры тоже самое, понимаете, как снять на Ф футбол, но у вас просто будет мяч. Хотя, мяч на букву М, а Ф это футбол. Понятно, да? То есть, в этом плане, конечно, этого не хватает. Я бы этот кадр оставил бы на букву В. Или на букву, ну, нет, на букву В. То есть, ракетка тут особо такой роли не играет. Понятно, да? То есть, немножко вы здесь вот этот момент не продумали. Вот, касательно пересветов, недосветов я здесь ничего не говорю. Картинка все равно чуть-чуть выглядит немножко плоской. Чуть-чуть. И, если сейчас посмотреть, немножко на лице даже света немножко не хватает. Вот, он кусками там идет. Но это за счет чего? Это за счет того, что и волосы закрывают лицо. То есть, они попадают так, что оставляют тень. Вот, поэтому, ну, на Б я не знаю. Вот, в этом плане пример с футболистом я вам привел. Следующий наш участник. Значит, значит, значит так. Смотрите. Вот, если бы вы мне это сдавали бы на теме предметная съемка в домашних условиях, то, что вот у нас есть урок, я бы и там это не принял. Сколько раз мы говорили про то, что блики, ну, здесь они некрасивые. Они здесь какие-то такие вот неаккуратные. Они маленькие. То есть, миллион раз мы давали комментарии касательно того, какой должен быть в данном случае блик. Какой нужно научиться делать блик. Чтобы он был продольный, чтобы он охватывал весь объект. Чтобы это было похоже, как на, как это, на лакированных туфлях, такие продольные были блики. Здесь же у вас проблема в том, что это светит каким-то маленьким источником. Я понимаю, что это вспышка. И, соответственно, миллион раз были комментарии касательно этого. Вот. И здесь, как минимум, нужно было отрегулировать зум. Зум на вспышке. Нужно было регулировать дистанцию от вашего самодельного софтбокса. Вот. Поэтому моя личная вам рекомендация, все дело переснять. Ну и второй момент. То есть, сама аккуратность. Можно было, ну, более-менее аккуратно это подрезать. Чтобы это выглядело более свежее. То есть, смотрите, как одно другому немножко противоречит. При том, что самое интересное, у меня тоже есть похожая работа, но она немножко сделана по-другому. И я не уверен, что я сейчас ее найду на сайте среди фуд-фотографий. Хотя, может быть, она там есть. Но тот момент, о котором я сейчас вам говорю, я его там... Сейчас посмотрю. А, да, вот-вот-вот-вот-вот. Я его целенаправленно там оставил. То есть, я изначально видел эту ошибку. Даже это не то, что ошибку. Я все это видел, и, соответственно, меня это на тот момент устраивало. Про что я сейчас говорю? Я говорю сейчас про вот-вот это. Видим, да? То есть, засохший конец вот этого перца. Нужно ли это или нет? Решайте вы. Просто в большинстве случаев бывает такое, то, что кто-то, допустим, снимет и даже про это забывает и это не учитывает. Конечно, вы можете сказать, я так хотела, мне так нужно было. Но даже если вы так хотели, это вам нужно было. Окей, допустим. Но обратите внимание, даже вот если сейчас сравнить вот эти перцы, вот какие перцы сейчас выглядят пообъемнее, поинтереснее. Обратите внимание. Ведь даже здесь, насколько у нас блики прорисованы, и они огромные, видим, да? То есть, выглядит массивнее, выглядит объемнее. И, соответственно, я же соблюдал то, какая дистанция вспышки, зум этой вспышки и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, тот самый момент, когда вот эти вот блики очень много чего решают. Моя рекомендация вам этот снимок переснять, и эти блики, ориентируйтесь на тот снимок, который у меня. Вот. А я, в свою очередь, само по себе хочу переснять свой же снимок. То есть, вот этот вот, закупить сейчас всех этих болгарских перцев. И, соответственно, максимально чисто снять, чтобы вот этого тоже не было. На тот момент, еще раз говорю, я это видел, и как-то, ну ладно, пусть будет. Но на это, я еще раз говорю, я этот момент не упустил. А специально его там вот так вот оставил. Вот. Просто специально оставил. Хотя, что мне мешало этот момент не допустить. Вот. При этом, что, когда я снимал чистую съемку, обратите внимание, вот, если мы говорим про чистую съемку. То есть, уже, вот, видите. Вот здесь я этот момент учитывал, и я это все обрезал. То есть, аккуратно, лезвием, чтобы не ножницами, чтобы ножницы ничего не, как это, не сжали, не помяли и так далее. Вот. И этот момент я тут учитывал. Ясно, да? Но и, смотрите, то же самое касательно бликов. Видим, да? То есть, как они охватывают. То есть, сколько их тут. Вот. И я думаю, здесь даже и спорить не нужно, что, ну, что-то как-то скучно, плоско. Нужен объем. Поэтому вот этот момент нужно вам переснять. Следующий наш участник. Понятно. Понятно. Альбина. Ага. Так. Полсекунды выдержка. Понятное дело, что вы снимали это либо со штатива, либо еще с чего. Вопрос. А зачем такая слишком открытая диафрагма, когда вы на 1.8, вы снимаете еще это на 85-ке? Ведь я неоднократно говорил и в роликах, и в разборе, что даже вот на вот этот свой 85-й объектив я не снимаю на такой открытой диафрагме. Только по той причине, потому что само по себе снимок и качество изображения на такой слишком открытой диафрагме, оно так себе. И хорошо, ладно, вот вы, допустим, сняли на 1.8. Давайте сейчас вот пока уйдем от этих вот сейчас пока цифр. Ну вот смотрите, что я здесь вижу. Вот в первую очередь касательно света. Ведь свет это же первое, что очень должно быть нам важно. Я вижу маленькие точечные пересветы, которые не делают лучше этот снимок. То есть вы снимали это, скорее всего, напротив окна. Скорее всего. Вот, и что мешало вам? Или эта вспышка? Я даже сейчас опять-таки... Ну опять-таки, учитывая вот параметры, по которым я сейчас читаю, полсекунды это свет от окна. Если вы это снимали от вспышки, ну вопрос тогда зачем? То есть выдержку стать такую непонятно. Ну окей. Не, ребят, некоторые могут сказать, она нужна, нужна была такая выдержка. То есть на каждую выдержку можно придумать любой подход, любые параметры. То есть я сейчас опять-таки говорю из расчета того, что студент проходил у меня обучение, и я хочу понять ту логику, в которой он действовал. Вот, и получается то, что, ну что вам мешало даже поставить ту же самую кальку на окно, чтобы смягчить эти блики. Даже не прям на, то есть притык возле окна, а поближе к перцам, чтобы эти блики были больше. Что мешало, непонятно. Второй момент. Баланс белого. У вас он очень-очень сильно желтит. При этом я сейчас смотрю на это все без каких-либо трутонов, без каких-либо там, я не знаю, night shift и прочего-прочего. То есть вот смотрю на мониторчик свой в iPad, и даже на компьютере вот этот момент, я вот сейчас, прям сейчас, открою, смотрю, уже на MacBook, я вижу, что у вас и баланс белого в желтый ушел, и в общем непонятно. Лично моя рекомендация, смысл был снимать на такой открытой диафрагме, я не понимаю. То есть здесь, по сути, очень мало информации, той, которой в резкости. Можно было запросто снять, вот чтобы передние перцы были в резкости, пусть на них будут капли, либо эти капель там нет, запросто можно снять. Вот, и еще раз говорю, очень мне нравятся вот эти вот точечные маленькие блики, которые увели всю фотографию пересветить. То есть если сейчас навестись на эти маленькие блики, то там у нас пересвечены участки, что в данном случае это плохо. Почему? Потому что вы не контролируете этот момент, и вы его не видите. Моя задача объяснить вам, чтобы вы видели вот эти вот моменты, и, соответственно, чтобы вы их исправили. Поэтому отправляю вас на очередную пересдачу. Вот. Кстати, на удивление, на удивление у вас свежий укроп. Это, можно сказать, такое редкое событие, когда в кадре появляется свежий, ну, то есть в кадре виден свежий укроп. Укроп это одна из тех, то есть это та самая зелень, которую я терпеть не могу снимать, именно укроп, потому что он вянет самый первый, и он выглядит, если он хоть чуть-чуть подвял, выглядит так себе. У вас он такой свеженький, что прям белой завистью можно позавидовать, но, к сожалению, перцы вышли так себе, поэтому давайте переснимайте. Ну, это кто вообще? Не, я знаю, что это буду, но кто из студентов это снимает? Ясно, параметры. Вопрос, зачем вам выдержка-то? Это, то есть, тьфу, выдержка этот, как его. ИСО 125 для чего? Вы же как снимаете с рук? ИСО 100 у вас выдержка, вот какое фокусное расстояние, на каком это было снято? Вот что-то не вижу. Если у вас объектив 55 миллиметров, ну, я более чем уверен, вы это не на 55 снимали. Чуть не вижу здесь. Странно, в параметрах не показано. Смысл было поднимать ИСО на 125. А зачем? Непонятно. То есть, спустите чуть выдержку, снимите на 1,80. Даже 1,100. Вот. Теперь второй момент, касательно уже творческой части. Вот. Здесь также и на пересдаче это будет, когда фотографируют какие-то памятники, когда фотографируют, не знаю, какие-то, ну, памятники, статуи, там, картина в картине и так далее. Да, окей, Будо. Ну, почему бы этого Буду не сфотографировать как-то поинтереснее? То есть, у вас есть, допустим, доступ сюда. Почему бы, допустим, не сфотографировать его со вспышкой? То есть, принести софтбокс, поставить схему освещения. Вы сейчас скажете, это где-то мы по пути снимали, где-то я это видела, где-то так далее. Ну, я могу сказать, что, ну, это слишком просто. Да, это можно использовать, допустим, там, в какой-то книге, описание про Буду, статуи, все. Но творческая где? Вы просто зафиксировали сухой момент, ну, просто бездушный, в данном случае, статуи, просто камень. А ракурса нету. То есть, если бы вы поменяли, допустим, фокусное расстояние, подошли бы поближе, какой-то, не знаю, что-то показали бы в размытии, либо еще что. То есть, как-то поинтереснее, чтобы это было. Ну, блин, здесь это просто фиксация, ну, ну, вот, Будо, зато на букву B, что очень становится слишком просто. Вот ветки сзади какие-то торчат. Вот если бы они хотя бы еще синхронно, то есть, ну, симметрично синхронно, симметрично торчали бы сзади. Если у вас есть доступ к этой статуе, ведь ее можно не то что развернуть, там стонеры крутятся, нет, можно было, ну, даже если ее повернуть, я не знаю, насколько это большая статуя, но если ориентируется по листикам, ну, я не знаю, что это, что за листики, чтобы понять истинный размер. Вот. И можно было бы, допустим, развернуть эту статую к листьям, чтобы не на фоне вот этих вот веток. Вот. Поэтому сложно мне что-то сказать касательно вот этого снимка. Ну, я могу сказать, что он плоский. В нем нету, как каковых, теней. То, что статуя, вот, вот этими местами, она грязноватая, но это не тени. Вот. Поэтому, ну, не знаю, не знаю, не знаю. Готовьтесь к съемкам получше. Если хотели сфотографировать Буду, но сфотографируйте так, чтобы это выглядело хоть как-то художественно, а не просто стоит статуя, и вот, точнее, сидит статуя. Ой, экранчик погас. Интересно, там не погасло это? Сидит статуя, и все, вот сидит. Чуть нужно было сюда добавить. Следующий наш участник. Давайте посмотрим. Угу. Так, значит, 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 понятно. Знаете, что не хватает? Здесь немножко не хватает широкого угла. Я сейчас в данном случае говорю про оптику. Так, ребят, скорее всего, сейчас будет слышно, как скрипит шнур. Это наушник скрипит. Вот, очень стараюсь, чтобы ничего не шуршало, но, к сожалению, никак не получается. То есть, вот он, зараза. Так, сейчас, секунду, секунду. Все, вот, пусть вот так. Значит, мне здесь не хватает немножко переднего плана и немноженько, вот, немноженько нужно было присесть. Вот, капельку. Также и пошире сфотографировать. Опять-таки, вот у меня не видно здесь, на каком фокусном расстоянии. Это 50. На 50. Если бы вы это сняли бы на более ширик, а я помню, вы что-то такое взяли, 17-40 вы взяли или что-то вы взяли. Вот, нужно было попробовать на более пошире ракурс снять, чтобы было больше, интереснее. Вот, да, композиционно у вас есть объект, он движется слева направо, допустим, там есть место, куда посмотреть, все дела, классно, вот, но чуть-чуть не хватает переднего, вот, немножко переднего плана, еще побольше его не хватает. Вот, и угол нужно было сделать шире. Конечно, также можно этот снимок проработать, это вытащить больше облака, немножко дать им текстуры. Интересно мне, вот здесь, вот это вот так вот получится, если я это буду делать здесь, где это было, сейчас, секунду, нет, не винетка, о, четкость, ну-ка посмотрим. То есть, вот обратите внимание, вот уже я сейчас добавляю, то, конечно, текстура и четкость появилась больше на песке, вот, но нужно было бы это вытащить на облаках, ну, и песок тоже, то есть, видите, уже стало как-то даже поинтереснее, то есть, опять, момент проработки, он очень-очень важный, ну-ка, светлые участки, уберем немножко, наоборот, он как-то так странно делает, ну, да, я еще тот, манкин ретушер на айпаде, вот, но все же, то есть, я думаю, пример понятен, если здесь отсюда мы возьмем облака, вот видите, я сейчас их больше вытащил, а здесь, снизу мы возьмем, взял им покрупнее песок, в целом, работа прикольная, единственное, что, я бы, вот, про вот этот вот участок, так, секунду, я сейчас вот это вот отрублю, текст, ну-ка, что у нас, что-то он тут делает, а, понял, мне, вот этот вот участок, то есть, вот, он, не то, что покой не дает, а, он здесь в пересвете, и, соответственно, очень, немножко отвлекает, то есть, вот эти участки, в целом, окей, но, опять-таки, если у вас есть раф этого снимка, отконвертируйте, вот эти светлые, уберите, и, соответственно, добавьте немножко контраста, я бы еще немножко кривыми поработал бы, добавил бы, немножко теней, либо высветлил те места, где это нужно, и снимок в целом был бы прикольный, поэтому, этот момент, еще раз, переретушируйте, понятное дело, я вас не отправлю туда же переснимать, я даже, не знаю, где это было снято, наверное, где-нибудь там по пути в Бухару, как-то мы один раз ехали, то есть, у нас была командировка, и тоже я такие песчаные, вот эти вот барханчики достал, но, опять-таки, вы у нас человек, который любит путешествовать, и вы сами знаете, где это, вот, рекомендация, я думаю, понятна, переделывайте, скидывайте в группу, вот, в целом, снимок ничего, следующий, значит, наш участник, если бы вы, сняли бы этот снимок уже после вчерашнего, или позавчерашнего, да, позавчерашнего нашего мастер-класса, он был бы гораздо лучше, чем сейчас, а первое, что мне сейчас не нравится в этом снимке, это, обратите внимание, это апельсин же вроде там, и он выглядит высохшим, то есть, вот здесь у нас, прямо вот в этой области, какой-то немножко уже, сохлый апельсин, при этом, это очень странно, когда, вот здесь на банке капли, вот тут у нас выглядит, что он уже подсох, а второй момент, снимок выглядит плоско, не хватает, какого-то объема, контровых источников, то есть, блика не хватает, вот, но опять-таки, если вы примените те знания, которые вот мы совсем, вот недавно с вами прошли на мастер-классе, как раз-таки по съемке предметки, вот такого плана, я думаю, снимок будет гораздо лучше, круче, и я опять-таки, отправляю вас переснимать в той стилистике, которую мы прошли, вот, и я более чем уверен, у вас может выйти хороший результат. Следующий наш участник, смотрим, понятно, ну вот, смотрите, что мне здесь сейчас, в данном случае, не нравится, вот, я сейчас даже его вот так вот открою, композиционно, композиционно, мы втыкаемся в эту башню, и сюда, вот сюда, нас уже не пускает, понятное дело, что если, вот даже сейчас мы сделаем вот так, то есть, вот, вот так вот, если выглядит, вот это уже лучше, то есть, зритель не втыкается в объект, и, соответственно, он гуляет дольше по вашему снимку, ведь, это же лучше, когда зритель дольше рассматривает ваши фотографии, а не втыкается просто в башню, и все, его сюда уже ничего не пускает, о чем это говорит, да, конечно, знающий человек, который там бывает, он сразу может сказать, что-то башня стоит наоборот, то есть, это внимательный зритель, вот, те, кто никогда там не были, они даже это не поймут, то есть, снимок, снимок классно, вот, как быть, отзеркаливать или нет, в первую очередь нужно сходить в другой конец, то есть, наоборот, нужно встать с другой точки и посмотреть, как это будет выглядеть, получается, если башня без отзеркаливания, то есть, на месте съемки, будет выглядеть, если она будет справа, окей, у вас не выходит этот момент, допустим, вот здесь вот какая-то башня, которая мешает, по снимку вы хотели показать, вот эти вот захоронения, или что это вроде захоронения, вот, хочется их показать, но с другой стороны их нет, там дома, это все мешает, как быть, можно, конечно, оставить, я вот сейчас верну, как было, можно это оставить, с той стороны, ну, так, секунду, сейчас она готова, и, можно оставить, с этой стороны, но что нужно сделать, чтобы это как-то сочеталось, во-первых, дождитесь закат, изучите, где солнце, если солнце будет, допустим, где-нибудь здесь, это будет очень круто, то есть, во-первых, это будет все как контровое, это будет красное небо, и, соответственно, смотреться будет классно, красный цвет, это прям, ух, это был бы очень крутой снимок, второй момент, кстати, вот, вот здесь вот, видите людей, или это куклы, либо еще что, старайтесь их не обрезать, вы их сейчас обрезали, по-моему, это просто макета, да, это фото на память, их учитывайте, либо понимайте, что это придется ретушировать, максимально снимайте так, чтобы меньше ретушировать, вот, и вернемся сюда, да, было бы здорово, если там было бы солнце, ведь, по сути, если смотреть, я, опять-таки, я не знаю эту точку, откуда вы снимали, но можно было вот так вот походить, то есть, допустим, вот вы снимали здесь, вот, можно было походить в эту сторону, в эту сторону, башня, опять-таки, для вас будет с этой стороны, но вы будете искать солнце, где это солнце будет. если понятное дело вы идете в эту сторону то вот этих вот этих вот могилы будет видно еще больше ясно да окей нету солнца ну дождитесь тогда я не знаю конечно это вот еще сложнее дождитесь чтобы там уронил почти уронил дождитесь чтобы там сейчас вот так вот я сделаю чтобы чтобы там допустим прилетела там стая птиц вот вот так вот много птиц было бы вообще замечательно если были какие-то аисты ну сиди теперь жди аиста это конечно да так себе задача либо там скворцы но скворца не маленький то есть вот что-то должно было быть здесь вот в этом случае тогда снимок будет работать конечно да можно там фотошопом солнышко дорисовать либо еще что можно но насколько это будет правда я больше чем не уверен то что нет я то есть более чем уверен это будет выглядеть не по-настоящему потому что когда солнце будет светить здесь должны быть контровые с этих сторон то есть это у нее есть это запаритесь рисовать если будете фотошоп представлять это солнце еще также опять-таки либо это надо утром идти либо вечером идти это надо смотреть также было бы красиво если бы у вас небо было бы но опять-таки солнце либо здесь либо здесь опять-таки градиентное небо то тогда это дело красиво ну и плюс если небо было бы больше синим не просто серая но сейчас картинка на серая на скучная красивее будет если будет еще цветовой контраст потому что здесь у нас желтые объекты здесь у нас будут синие а сейчас немножко это скучновато в принципе сейчас можно прям где-то вот насыщенность насыщенность вот насыщенностью сейчас вот крутануть нет ну так себе я думаю немножко хоть как-то выйдет вот красочность ну вот сейчас красочность покрутила и хоть какие-то появились хоть что-то вот что-то вот что-то появилось уже стало поинтереснее вот поэтому в данном случае когда вот снимаете такие вещи нужно их предугадывать чтобы было как-то поинтереснее сейчас немножко выглядит скучно и блекло и если бы это выглядело хотя бы отражено в другую сторону было бы получше так следующий наш участник б это борщ окей давайте посмотрим и со 100 это и со 200 выдержка 1 100 скорее всего снимали с рук а может быть со штатива но если со штатива то зачем и со 200 вот но если с рук то окей ничего не говорю значит 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 так значит так что мне здесь нравится и не нравится в целом по пятнышкам сняли хорошо вот прикольно единственное что мне не хватает какого-то блика на супе сейчас я сделаю это дело вот так поменяю на белый цвет где он белый чтобы было больше понятно только раз на красном рису то есть мне не хватает вот так вот блика на супе вот здесь вот тоже потому что не сразу даже понятно что это борщ понятное дело что каждый готовит так как ему то есть нравится кто как умеет но вот смотрите здесь если это было бы не б допустим буква а что-то другое сейчас вот это уберу я бы не сразу понял что это борщ почему потому что вот если сейчас вот присмотреться вот так вот показать а это какое-то желе прозрачное желе какой-то холодец было бы здорово если здесь допустим был бы какой-то кусок картошки там не знаю кусок мяса пусть косточкой вот так торчит то же самое допустим здесь было бы гораздо но интереснее и вкуснее так-то по пятнам классно но вот этот момент конечно в этот момент упущен понятное дело можно заново сварить борщ можно все накидать но опять таки у вас свой рецепт и не может вы едите борщ без картошки без мяса просто капуста и ну и свекла то есть у всех своей кухне и каждый сам по-своему делать но опять таки есть такая вещь как стандарт то есть если борщ то покажите то есть если суп нужно показать из чего этот суп состоит то есть стандарт это картошка там мясо не за еще чуть такое чтобы было понятно ясно да вот и также важный момент вот допустим мне сейчас здесь очень сильно отвлекает это вот этот вот чеснок так что он не рисует у меня вот этот вот чеснок меня конечно отвлекает он уйдет ушел в пересвет также ярко чуть-чуть вот вот здесь вот и тарелка вот в этой области она очень очень яркая вот этот момент нужно по учитывать поэтому рекомендую вам еще раз такой снять я думаю ваши домашние любят борщ и еще одна добавка им не помешает здесь слупают его с удовольствием когда будете снимать рекомендация изучите все возможные борщи какие вы найдете я не верю что есть в беханс борщ но в принципе почему бы и нет беханс очень много творческих людей и они наверно тоже любят борщ изучите все какие есть картинки с данным блюдом и выберите самое лучшее и снимайте так но как мы на психологии проходили из всех картинок возьмите самые лучшие моменты и соответственно снимайте касательно чеснока хлеб это черный соль все классно вот этот вот лук все смотрится здорово то есть как так по-домашнему но вот нужно подумать над составом этого борща идем дальше так уважаемый студент а почему у вас и со 400 при выдержке на 640 это как так вот вам такой вопрос зачем было поднимать это исо прям хочется задать тренажер опять вам чтобы на нем попрактиковались и я сейчас немножко удивлен этим параметром то есть когда же вы снимаете вы же должны этот этот момент учитывать это же очень странно вот значит идем дальше касательно самого снимка будни барабанщика будни это чем все время так каждый день так носит на руках установку если это будни не знаю ну ладно что мне в этом снимке нравится и что мне не нравится в целом снимок прикольный композиционного выстрелили окей линии на небушке насколько они здесь нужны вот если задаться вопросом вот непонятно нужны ли эти линии вообще здесь ну даже хорошо пусть эти линии здесь будут вот там птичка у нас сверху проработка здесь немножко немножко вот вы работали с подзвучком скорее всего четкость могу сказать что вы немножко ее перекрутили вот здесь вижу следы того как вы работали то есть прям вот я думаю вы их тоже видите прям такая окантовка то есть вот она ретушировать нужно чище потому что вот здесь прям это ой ой как видно то что вы прорабатывали вот это вот что вы что-то там чистили это камушки или что это то есть я вот вижу эти моменты опять-таки рекомендация всем когда вы что-то ретушируете смотрите на все работы как будто бы это не вы смотрите а кто-то и найдите у себя элементарные ошибки а в чем они заключаются не заключается в грязной ретуши они заключаются в каких-то там фонах которые вы там не дотемнили и так далее но да есть моменты когда невозможно увидеть ляпы по ретуши допустим это черные какие-то там пятна либо белый и связано это с тем то что у вас монитор это не тянет но допустим вот эти ляпы я более чем уверен ваш монитор то есть их видят и соответственно вы их сами просто не увидели как и вот это вот то есть по линии что-то вы тут намутили целом прикольный снимок вот но еще также важный момент что сейчас активнее лицо модели или небо то есть я бы на вашем месте лицо модели немножко бы высветлил бы еще просто вы высветлил а может быть было лучше развернуть модель по отношению к солнцу помню до наши цифры то есть если вы цифра 6 солнце где стоит и куда попадает солнце но сейчас светит как контровой на модель вот если посмотреть мы же с вами проходили схемы освещение и соответственно если по ним ориентироваться можно было бы понимать стоит ли сейчас фотографирует на этой локации или нет или если именно нужно такая улица то можно было допустим развернуть модель либо вам развернуться либо найти похожую улицу ведь улица много вот поэтому учитывайте вот эти моменты да я понимаю здесь контровой смотрится классно но смотри как глазки у нас утонули вот они здесь у нас утонули и опять таки что у нас тут по сейчас посмотрим либо вы так вот подняли контраст либо вот так промахнулись жестко по фокусу это в принципе он где-то вот в этой области вот это более-менее самое более менее резкий участок хоть и ноги тоже как бы тоже в нем ну немножко такое ощущение что на лице как будто бы нету опять куча есть ситуации почему получилась такая картинка либо вы ее не засветили и высветляли либо и пересветили пытаясь там как это у это все убавить промахи по фокусу либо опять таки из у 400 это тоже шум когда у нас идет шум не учитывая вашу камеру у вас было 550d 400 на 550d это шумная картинка я естественно всю детализацию убивает поэтому и не видно всей этой резкости поэтому вот в этом то и проблема поэтому когда фотографируем не забываем про параметры параметры это очень очень важно следующий наш участник значит дать посмотрим 63 1200 понятно 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 значит так давайте поглядим смотрите вот снимать гамбургеры это тоже такая вам скажу задача непростая потому что визуально нужно чтобы это выглядело не просто гамбургер стоит чтобы это выглядело вкусно могу сказать даже вот мы недавно с ребятами снимали как раз таки гамбургеры и я их два раза отправил переснимать и также отправлю 3 что нужно здесь учитывать во первых посмотрите на булку булка выглядит как будто бы это не свежий хлеб а булка выглядит как будто бы это двухдневный хлеб который высох который черствый и который также видно что холодный посмотрите также на котлету котлета тоже выглядит уже холодной видим да то есть она такая матовая и холодная помидор выглядит я сейчас говорю про вот этот помидор выглядит каким-то даже немножко суховатым единственное что сейчас выглядит свежо это лук потому что видно что он такой прям стойкий белый ну и соответственно зелень теперь касательно даже элементарно вот опять ведь я не вижу на каком фокусном расстоянии вы это сняли скорее всего это у нас 52 52 то есть это 50 миллиметров скорее всего вот было бы здорово если бы вы это сфотографировали во первых чтобы это немножко было как это надутая то есть умеешь ли фокусное расстояние чуть подошли то есть было бы лучше сам гамбургер гамбургер он бы смотрелся более таким как это сказать такой монументальный такой прям ух надутый ну посмотрите рекламу гамбургеров как раз таки очень многие такие снимают и второй момент нужно было запастись вам либо маслом либо белком яйца для чего это нужно нужно было помазать саму булку от гамбургера как раз таки либо маслом либо белком от яйца но лучше белком от яйца масло но начинает впитываться и если долго стоит еще хуже становится а вот белком от яйца помазали я ночным блестеть то есть булка будет выглядеть более ну такой теплый горячий то есть это проверено вот кто впервые как с этим сталкивается попробуйте посмотрите соответственно как и котлета горячая котлета жареная она не будет выглядеть вот такой вот матовый то есть когда все это горячее это только вытаскивается из сковороды либо на чем-то мы и жарили ставится и даже пузыри из нее идут точно так шкварчит и она всегда блестит здесь же как раз такие проблемы в том что видно что холодная вот поэтому рекомендация попробуйте переснимите только немножко поиграйте с фокусными расстояниями вы у меня были на мастер-классе да я вот еще рассмотрю кто это да вы у меня были на мастер-классе соответственно используйте даже те же самые приемы с которыми мы работали используйте контровые источники освещения вот и проработать ибулку могу сказать что попробуйте еще где-нибудь не именно вот там где вы покупали этот бургер в другом месте еще попробуйте возьмите то есть изучите сами эти бургеры найдите там где булка самая большущая то есть прям огромная не помидоры огромные а булка и соответственно котлета а то здесь получается в этом бургере больше как больше помидоров с большой пачкой лука чем мясо а никто не запрещал попросить даже эти бургеры у них отдельно отдельно дадут булку отдельно котлету отдельно ну то что нужно и вы можете даже сами это дома соорудить ясно да потому что пока они приготовят пока вы привезете это все это может осесть вот и соответственно будет выглядеть уже не очень ну и рекомендация когда берете сразу не один покупать а сразу 23 что-то из кого-то вы начнете миксовать вот и будет в общем выглядеть поэтому попробуйте так сделайте следующий наш участник две секунды это у нас так по моему по моему я скачал версию ту которая без названия но я помню здесь были описание работы были буквы ну смотрите вот опять таки буквы а почему тогда не стол почему тогда не с ней не знаю не свеча или какая-нибудь там цифра по сути если вы показываете что-то конкретное то покажите это здесь куча предметов и как определить что вы именно показали то есть к книга свеча и не на этом огонь стол непонятно то есть если здесь про даже про буквы то наверное эти буквы надо показать ближе эти буквы надо пока так чтобы сразу понятно что это буквы но сложенные буквы в какие-то понятные то есть читабельные слова это буквы не букв что превращается а превращается в слова то есть у нас есть участник кто снял значит кто снял у нас буквы то есть мы скоро разберем эту работу но здесь опять таки сейчас секунду я найду вот именно эту работу да мне придется видимо лезть телеграм значит да букву я помню буквы но опять-таки ну окей какой-то рассказ он готовился чего-то там это странно тогда можно и написать еще тогда работу сдать это как воздух или дом ведь книжка дома же стоит дома воздух есть вот можно тогда и работу назовет соседний двор ведь за дома уже есть двор знаете о чем не вот поэтому должна быть конкретика работ которую сдают не просто давно буквы именно сейчас я специально ищу потому что скачал не ту сейчас вот б вот еще вашу работу ну да буквы бумага ну буквы бумага но это странно бумага бумага немножко показывается по-другому здесь я вижу книгу к книга и здесь этих книг много но при этом книги вот здесь они сливаются со столом и получается что непонятно про что здесь этот снимок и если так посмотреть то было бы здорово если свечу поднять немножко выше чтобы хотя бы на текст попадал свет вот поэтому работы нужно продумывать более как это не то чтобы посерьезней более масштабней для того чтобы показать и не мельтешить вещами иначе это непонятно становится ведь если даже посмотреть предыдущие работы которые вот даже вот прошлую работу это где бургер тогда можно сказать и перец а там же был же маленький перец но вот этот крупный либо можно сказать помидор почему но уже там же тоже был вот поэтому нужно подходить к работам так чтобы вот вот то что вы снимаете конкретно то и нужно показать иначе зритель вот просто посмотрит сюда он будете думать о чем это может быть здесь какой-то полосе вот полосы на столе ясно да думаю пример понятное о чем я говорил вот поэтому когда будет игра то есть на букву в нужно снять так чтобы было понятно что это следующий участник ахо понятно это у нас скорее всего батоны баба геты могу сказать что это снято плохо это плоско и некрасиво съемку нужно было получше продумать именно продумать вот моменты давайте забегу вперед по работам вот тоже опять таки снимок у нас батонов багетов и так далее вот более-менее нет не более-менее это продуманный снимок то есть нормально я к нему часа приду его буду комментировать вот и по сути то у вас те же самые предметы и соответственно вы ставите просто свет но здесь скучно здесь просто накидано и это висит какой-то не знает червоточина какая-то черная то есть ничего нету пустота даже хорошо посмотреть допустим у меня в работах у меня тоже есть на черном снятый хлеб ну даже вот но с каким-то там отражением то есть как-то не скучно не висит в воздухе то есть вот и композиционно стоит здесь у нас треугольничек у нас вот поэтому работой когда снимаете нужно продумывать не просто накидать хлеб а действительно к этому подойти чтобы это смотрелось красиво а здесь просто накидали в кучу такой не пойдет так следующий наш участник так снимали с естественным освещением понятно ну давайте разбирать значит что мне здесь не нравится в этом снимке во первых я провяжу вот это вот искусственное винетирование она у нас получается то есть вот вот так то есть вот она идет я вот здесь вижу для чего его нужно было делать непонятно смысл при том что это выглядит очень фейково почему фейково потому что вот здесь вот я вижу блики есть вот они эти блики и это очень странно блики но при этом они какие-то недосвеченные и то есть но видно потому что это неаккуратно сделано то есть вот прям вот так вот эта штука идет значит при том что кстати между прочим вот эти блики то есть вот вот именно эти они одинаковые одинаковые вот вместе с этими следующий момент мне не нравится то что выглядит плоско здесь нет объема и если сейчас посмотреть на снимок я вот только сейчас вот внимательно когда смотрю рассматриваю я понял что это какой-то стол то есть это какая-то поверхность а выглядит это как сначала как мятая какая-то скатерть то есть было бы лучше если что-то однотонная было бы либо это по-другому показывать потом что мне не нравится мне не нравится то вот как выглядит здесь нож нету блика вилка тоже как-то какая-то она какая-то вот такая немножко как такое ощущение что вы ее ретушировали она была замазана и между прочим такое ощущение что я вижу вот здесь вот как будто бы отпечатки то есть на этой вилке скорее всего это отражение от то есть вот так вот но выглядит как будто бы нет у вас отпечатки значит по блюду выглядит сухо не хватает объема моя рекомендация посмотрите пожалуйста побольше работ где снимает вот такого рода блюдо посмотрите то как они снимают посмотрите именно помимо композиционной части посмотрите объем и плюс здесь работа она уходит в какой-то такой синий выглядит холодной скорее всего это какое-то холодное блюдо наверное я не знаю но с другой стороны это какие-то же запеченные болгарские перцы по моему вот ну и вот здесь как-то странно возможно это там так и на самом деле есть но это выглядит как будто бы вот именно этот участок вы запороли по ретуши то есть плохо прошлись маской так что вот такие дела рекомендация в общем это дело переснять следующий наш участник значит 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 окей понятно что мне не нравится мне не нравится первую очередь то что в этой части я сейчас говорю про правую часть снимка именно вот вот здесь у нас много много вот этого места которую в данном случае она есть не нужно но при этом здесь место есть но зачем мы обрезали вот тут вот розу то есть вот зачем ее обрезать ведь можно было камеру переместить в эту сторону и все бы поместилось но у вас обрезанная роза и не знаю зачем здесь место второй момент вот у вас есть тут камушки камушек вот какой-то беда был бы здорово если бы на этом ко мне был бы такой какой-нибудь блик при том что я сейчас вот на лицо красным это смотрится не очень то есть мне это не очень нравится то есть вот было бы здорово если здесь был бы блик блики это очень важно вот и соответственно так было бы лучше немножко мне не хватает здесь теней но с другой стороны здесь если так вот смотреть картинка она такая можно сказать нежная такие тона такие розовенькие спокойненькие вот даже и по теням даже в целом но только вот вопрос зачем вот это вот это что зачем она здесь нужно так может быть пусть она куда-то и в бесконечность уходит как и вот здесь то есть я имею вот в этой области то есть вот бесконечность же уходит вот я бы вот этот момент бы растворил что данном случае здесь не нужен и вопрос насколько нужно было опять так еще раз вот у вас тут место и вот тут зачем она здесь может быть не обрезая коробку чтобы вот вот это не обрезая сфотографировать пересмотрите этот снимок и если есть у вас похуже ну то прочее говорю скиньте в группы мы все вместе на них ну на снимок посмотрим следующий участник так ок что мне здесь не нравится во первых зачем мы сейчас данном случае здесь нарастили этот воздух этот дым через кривые или уровни я не знаю через чего это сделали зачем он там нужно не уверен что она здесь нужно второй момент у вас вот эти самые брокколи вот именно вот здесь сейчас вот в этой области пересветы вот пересветы зачем они здесь вот эти пересветы еще один момент если бы вы снимали допустим вот вы хотели показать какие-то там по ходу как деревья ну что мешало фокусное расстояние сделать шире подойти ближе чтобы это все исказилось и это выглядело бы еще немножко так даже побольше поинтересней и было бы здорово если бы здесь были бы вот так вот контровые то есть было бы интересней вот поэтому рекомендация снимок переснять и сделать его интереснее и не нужно лишний раз добавлять сюда вот этот вот воздух в данном случае я говорю как дымку то есть она здесь по сути так особо и не нужно снимите сначала то есть делаете без нее и потом аккуратно добавьте вот но вот эти вот пересветы то что здесь это конечно так себе идея вообще сам по себе прикольная жду ее переделанный и я больше уверен у вас получится хорошо следующий наш участник работа называется я уже просто подсмотрел работа называется у нас баланс могу вот вам сказать что я не вижу здесь баланс я вижу здесь больше левитацию потому что но где он разве на чем-то стоит он воздухе висит как может быть это баланс вы хотя бы ножка ножка чтобы и касалась вот тогда было бы да а тут это все висит то есть я не чувствую баланса здесь во вторых было бы здорово если бы вы немножко поиграли с наклоном камеры то есть развернуть камеру так но я имею ввиду чтобы все кривое было по линиям объект поставить как противоположность этому чтобы была какая-то вот помните тема композиции когда есть об но как это как этот опоры когда мы рисовали и кстати вот между прочим я даже сейчас вспомнил у меня есть что-то похожее из работ когда я снимала вот ведь вот она то есть вот она стоит и у нее здесь есть опора в данном случае у нога сфере напряженной немножко не просто такая лайтовая стоит а здесь видно напряжение в ее ноге то есть мы композиционно же с некоторыми группами это такие снимки разбирали но если бы она не касалась бы земли было бы ощущение что аналитику тут она прыгает если левитирует понятно да поэтому эти моменты очень важная рекомендации перекрутите весь как возможно его вот эту игрушку я уверен на суставах себя двигается и нужно чтобы она касалась вот этой вот стоечки и была противоположностью вот этого закрученного ракурса с которого вы снимаете следующий участник значит идем понятно а где фокус а фокуса то нет как же без фокуса у вас промах по фокусу причем сильный и я вижу что вы пытались нарастить эту резкость это же странно то есть на этапе сортировки даже этого файла вы неужели вы не посмотрели что по фокусу промахнулись фокус также не выглядит вот а второй момент снимок выглядит скучно и не интересно то есть здесь нет никакого объема может быть было бы лучше опять таки вот я даже сейчас вижу здесь какая то он полосам у нас появилось в то есть вот отличающиеся может быть кстати и вот я вижу грязь у вас на оптике есть или этого нет это да это у вас не у меня на экране то я уже заляпал вот может быть лучше было что допустим это черный фон а вот здесь вот на белом это светится то есть вот как стакана мы снимали то есть вот вот так если это было бы может быть это было бы как то интереснее чем просто вот так вот сфотографировать вот поэтому такого рода снимки они не пойдут здесь когда вы опять-таки еще раз сортируете фотографируете вы проверяете фокус это же стыдно должно быть фокус не видеть вот и соответственно продумываете вашу съемку они просто то провести повесили кулон или это что это браслет вот хочется видеть чтобы ну это получше выглядело то есть и по объемнее я более чем уверен куча таких есть всяких там примеров таких фотографий поищите вдохновитесь этим и снимите покажите нам теперь следующий наш участник понятно в целом могу сказать работа интересная классная по фокусу конечно чуть-чуть не хватает чуть-чуть не хватает потому что ну смотрите здесь фокус есть тут уже нету касательно обработки немножко хромает у вас обработка опять-таки вот вы сфотографировали на вот этих вот параметр единственно что я не знаю у вас был в этот момент правильно про экспонировал снимок либо не был вот но камера 1300 д я знаю эту камеру вот я понимаю что если вы что-то там не досветили и понимали по яркости то вот такая проблема у вас будет это вот этот вот шум либо вы переборщили кстати вот даже здесь вот видно переборщили с добавлением детализации в камеры raw а если вы сняли не в raw сняли в jpeg а потом вот это накладывали это тоже может этому и послужить старайтесь максимально где вы так чтобы снимки выглядели чище касательно именно проработки потому что такое напечатать ну так себе вот на маленьком экранчике смотрится ну да да стоит это напечатать как зрители сразу будет видеть вот это все и будет смотреться некомфортно вот поэтому рекомендации еще раз снимите рассчитайте правильно гриб потому что вот где гриб стоило ли снимать на такой диафрагме вот рассчитайте гриб чтобы они попали вот и соответственно переконвертируйте файл идея классная мне нравится такого рода подход похоже даже чем-то на викторию иванову у нее серия там очень много ее работ вот поэтому поделайте еще и попробуйте это переснять у виктория иванова только с грушами следующий наш участник значит значит хорошо смотрим давайте сразу буду править так в целом могу сказать окей но не окей что не окей не окей то что снимок отдает в такой какой-то синий цвет синий фиолетовый цвет композиционно если сейчас разбирать вот смотрите у вас вот участки то есть вот идут было бы здорово если бы здесь это продолжение было участков ведь у вас получается же смотрите вот объект 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 пятно а здесь пустота но почему-то у нас объект находится здесь что становится какая-то дырка вот именно вот тут поэтому если бы допустим я бы композиционно это выстраивал бы чтобы я сделал я бы расположил поставил бы зелень вот с этой стороны вот здесь а тут уже можно и перец и так далее и так далее вот чтобы чего-нибудь бы еще бы положил либо то есть но можно кучу продумать всего значит если смотреть на чистоту съемки но у вас либо это винетирование либо еще что но вот укроп он выглядит вот черным на краях что смотрится не аппетитно серьезно выглядит вот подвявшим поэтому я вот выше говорил то что я не люблю снимать укроп это вечно подвяну он вялый вечно и это прям ужасно вот замените укроп на что-то другое поставьте какую-нибудь другую зелень которую покрасивее то есть даже те же самые веточки розмарина они более бодрее будут выглядеть но это не значит что нужно теперь стать веточки розмарина теперь касательно освещение свет здесь немножко жестковатый хочется чтоб мягче был свет хоть по теням посмотреть вроде бы тени окей ушкин то есть нормально но вот вот это вот выглядит не очень красиво я прекрасно понимаю что скорее всего ну да это рыба вот и она так брестит гамбу вот этот бутерброд он сам по себе это холодный бутерброд вот касательно фона вот на чем это лежит если еще что-то если это было бы дерево это было бы лучше то есть доски смотрелось бы лучше пересмотрите ваш снимок попробуйте взять снять это еще раз с теми рекомендациями которые я вам озвучил следующий наш участник смотрим так что у нас по параметрам понятно значит что я могу сказать по этому снимку во первых вот это вот здесь это кроме шеи пересвет и у меня такое ощущение что вот эта часть она вырезалась то есть вот если сейчас посмотреть ну да видно это все вырезалась ну вот это все вырезанное причем не по контуру значит что нужно учитывать когда снимаем нужно учитывать все как бы это не звучал бы как капитан очевидность но вот этот вот пересвет нужно было от него сразу избавляться то есть моментально вот что еще сказать сзади у нас есть лейбл который по сути нужно отрывать но даже если мы его оторвали бы насколько композиционно вот именно этот смотрелся бы хорошо у меня было бы ощущение что хочется сам вот этот лейбл который здесь хочется поднять выше к слову он от ближе к слову виски вот поэтому стоит ли снимать именно эту бутылку именно в таком ракурсе вот в чем вопрос буду к сама по себе прикольная я тоже такую поснимал бы но заднюю этикетку я бы оторвал бы вот но опять таки не всегда бывает что это бухло которое у нас есть это нам как это наша проще порой взять у кого-то просто поснимать и нужно его отдать таким же чистым и нетронутым какое оно есть либо искать уже пустые бутылки вот такие вот дела конечно да я вижу что бухло выглядит грязным и я понимаю что здесь у нас чай то есть это понятно поэтому моя рекомендация это переснять пересмотреть сам подход к этой съемке и не нужно ничего вот так вот как жестко вырезать потому что там наверное что только там не было вот такие вот у нас дела могу сказать вкратце и продольного так вот жизнь знающие поймут здесь здесь я могу сразу сказать что это фото туриста которое просто ну сняли сняли я понимаю бамбука чего показали этим бамбуком вы просто показали куст вот наверное шли мимо этого фитнесом спа и сфотографировали непонятно то есть снимок просто ни о чем что мешало допустим подойти впритык вот вот так вот красиво покрутить камеру вот всякие получается углы и ракурсы поискать я не знаю там воду его забрызгать и сфотографировать что мешало взять допустим собой вспышку и ночью это сфотографировать то есть полностью когда мы управляем свет сейчас снимок он ну я не знаю это фото туристы это тебя прям я вас отправляю обратно туда и снимите мне это так чтобы это было красиво чтобы это хотелось поставить на заставку рабочего стола то есть даже вот сейчас я вот увеличиваю более-менее что-то это получается чем видеть вот вот это снизу а зачем надо и даже вот так вот если увеличиваю смотрится хорошо но в целом образно я имею до смотрится хорошо из этой всей проекты чуть сейчас тут есть поэтому этот момент нужно переснять и как это нужно посмотреть очень много примеров бамбука очень этих много примеров просто насмотритесь на лучшие возьмите самые лучшие снимки идите и из того что увидели возьмите самое крутое что вам понравилось сложить это все вместе снимите свое уникальное идем дальше так следующее то у нас получается буквы ясно могу сказать то что опять таки вот смотрите вот выясняли буквы вы должны понимать что если мозг видит буквы он начинает их читать и вот я сейчас читаю что-то много бд и что это за слово же шиаши же я я лучше такое если говорить про я понял ту идею какое вы хотели вы хотели чтобы буквы там бесились что-то делали но вы могли бы запросто из этого всего собрать слово алфавит либо буквы и допустим вот вы здесь наверху у вас бу к в и вот и падает вниз причем на просто я не знаю на что-то другое не на именно на буквы но либо пусть будет буквы но чтобы они максимально не читали а то сейчас считается дабы не вот и было бы лучше а то сейчас много вы знаете у меня есть знакомый он сантехники у зовут зовут моноп вот я читаю меня такое ощущение что здесь моноп написано вот моноп икс моноп икс икс моноп вот и это вызывает бардак а второй важный момент здесь нету теней очень плоско очень очень-очень плоско и контровых не хватает и снимок выглядит очень плоско то есть вообще плоскота и насколько нужен был вот этот розовый фон вот насколько он здесь нужно было может быть какой-то другой фон подобрать то есть я не знаю либо кого-то красный либо я не буду что обязательно черный может быть белый был бы лучше буквы бы еще больше бы выделялись вот поэтому эту идею надо пересмотреть найти какой-то другой подходит потому что сейчас это бардак мозг читает много то есть нет никакой как это зацепки вот если еще раз говорю были бы слова буквы и и падает вот тогда да еще как-то норм а тут же аши я чего вот сидишь и чешешь репу и не понимаешь о чем это следующий наш участник здесь считай все то же самое что я комментировал выше и на курсе правда здесь немножечко как-то выглядит получше но то же самое если бы это сдали бы мне на уроке я бы опять бы вас бы отрывает переснимать потому что опять таки затем здесь вот этот вот сейчас данном случае фактурный фон был бы лучше если бы здесь бы вы вот с этой стороны и поставили бы получается наши картоны чтобы были вот эти контровые источники освещения да вот здесь вот блик красивый относительно красивый вот и у меня такое ощущение что вы это вырезали вот я вижу я даже вижу по-моему вы с одного на другой что ли ставили здесь вообще пропадает такое ощущение то есть странно еще раз вот я посмотрю кто это у нас понятно вот поэтому единственное могу сказать вот блик норм остальные блики и так себе и на снимке не до свет я вижу ляп касательно ретуши так не должно быть то есть это как вот и даже если это от можно сказать как будто бы тень вот помидора этого помидора от болгарского того же ну так себе мы и схему освещения проходили по-другому и соответственно снимите так чтобы это была полная темнота и снимите так чтобы это было красиво во вторых где отражение зеленого его же не видно его нужно как раз таки потянуть у вас есть отражение оранжевого красного а зеленое где зеленым у вас дырка кариес вот поэтому давайте залечивать кариес и все дело переснимать так следующий наш участник ясно ну смотрите могу сказать вот здесь настолько кромейшие у вас не до свет сразу же вам рекомендация вам нужен либо получше монитор потому что наверное вы у себя видите нормально но я во всех своих трех мониторах вижу одну и ту же картину и вот если я сейчас делаю поярче вот более-менее как должно быть то есть я сейчас говорю не его так вот должно быть пересветом но я вытащил рисунок из темноты как пример могу даже показать вот у меня же тоже есть похожего рода работа и она у меня вот здесь да вот вот то есть вот на темном фоне пожалуйста видно ткани так что-то у меня тут открылась она ладно пусть вот так будет видно ткань видно видно лицо модели даже блик на глазах есть то есть вот следишь за пересветом за недосветом и при этом даже можно увидеть что в кадре есть воздух то есть вот видите границу между двумя кадрами то есть допустим вот между вот этим и этим вот эта граница есть даже воздух есть снимки так неудобно ну я думаю вы понимаете о чем я то есть вот окантовка фотографии то есть у вас же что получается у вас да вот я насколько поднял по яркости появилась можно сказать вот это вот мантия капюшон или как угодно называйте вот только сейчас но что стало совсем остальным она ушла в пересвет если я сейчас верну это в то состояние которое вот было изначально и вот так вот приближе но смотрите у вас же здесь фокуса нет а где фокус во вторых я не знаю как вы это наращиваете ведь вообще детализации нет если опять таки я сейчас открою вот снимок это сжатый снимок я сейчас к сожалению не смогу вам открыть именно жесткого диска потому что это сейчас займет очень много времени вот но я думаю вы понимаете что у меня там детализация то есть это все есть то есть это вообще то есть текстура кожа нет сейчас неудобно вот это показать но здесь здесь же у вас этого вообще нет это все какой-то вот в промахе по фокусу и плюс наращенная резкость вот и также добавлено очень много сильно контраста вам нужно полностью пересмотреть этот подход с которым вы работаете первую очередь монитор во вторую очередь тем более у вас 70 202 и 8 это шикарнейший объектив который дают невероятно резко детализацию вот и я сейчас удивлен видео такую детализацию значит первое что нужно пересмотреть полностью весь процесс как вы фотографируете начиная с монитора и начиная сортировки потому что а где вы сортируете вы же сортируете это как вы же на мониторе это смотрите вы же увеличиваете фотографию и даже если допустим это единственный кадр который вышел хорошим но он с промахом по фокусу так лучше падить переснимите чем идти сдавать заведомо ту работу за которую вы сейчас выслушиваете людей получают все вот и соответственно отправляется на пересдачу ведь увидели ошибку так сразу и исправьте зачем ждать подтверждение той же ошибки потому что в данном случае эта ошибка очевидна и самое интересное если лично вам дать работу чтобы вы их просмаривали и находили ошибки вы же сам первый скажете что здесь у вас промах по фокусу не до света и так далее и так далее почему никто не видит это у себя когда сдают эти работы вот это вот загадка для меня прям не могу зайти на нее ответ поэтому рекомендации переделайте это снимок я очень хочу чтобы мне его сдали потому что смотрится прикольно вот действительно смотрится классно но я хочу чтобы это смотрелось прям идеально прям что под все руки и не переводите кожу в какую-то кирпичный какой-то цвет то что здесь сейчас все в кирпичном поэтому начиная с монитора то есть я не говорю сейчас идите покупайте монитор ну на сотом телефоне хотя бы если вот смотрите сейчас на сотовых телефонах более-менее мониторы стали экранчики их вот поэтому очень хочу чтобы пересняли это снимок издали его потому что в нем есть огромнейший потенциал и смотрится красиво если сами не снимите я сам такое пересниму и потом вот у меня будет хорошим кого с не будет ха-ха ну ладно я шучу все понимают значит интересненько 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 окей я этот снимок даже сейчас открою здесь так секунду в мобильном этом как его photoshop так где он чтобы показать на самом деле я очень редко здесь работаю и могу сказать что это наверное второй или третий раз когда вообще я сюда захожу но при этом интуитивно здесь в целом можно работать получится но лучше конечно работать на компе а учитывая что учитывая что сейчас я записываю на ipad мы выкручиваемся из того что есть значит смотрите в целом мне ваш снимок прям нравится но тут у него есть ляпы давайте начнем с таких вот элементарных значит сюда сейчас добавим видать да как я тут уже ориентируюсь вот вот так вот поярче кривые и сюда же добавлю получается такие же кривые только по меньшей яркости то есть вот вот так вот и даже вот так вот прошу заметить что я сейчас работаю пальцем на планшете то есть но примерно пусть будет так при этом кое-какой момент я сейчас упустил интересно здесь можно ли передвинуть о видали да здесь можно так вот передвигать так это у нас затемнение это у нас высветление и а давайте стойте ребят немножко я этот сейчас начинаю путаться все теперь не путаюсь мне этот момент нужно инвертировать о теперь беру кисточку и вот смотрите я специально затемнел один слой для того чтобы убрать пересвет здесь у вас на верхней части на самом браслете вот здесь пересвет и получается что зритель который смотрит суда а сейчас рисую опять ки этим уже ручкой зритель который смотрит на ваш картинку он в первую очередь видит что видит он видит у вас пересвет на браслете то есть он вот бросается второй момент я сейчас подниму яркость и это все дело инвертирую хочу не инвертируется хьюстон так наверно проще я еще наверно кто разбирается здесь лучше сидит на этом и что он делает я скажу что я делаю я открываю кривые и я здесь не умею работать в таком photoshop но при этом логика мне его понятно все вот сделал осталось инвертировать вот и теперь вот на этом слое я начну открывать нижнюю часть браслета вот посмотрите зритель начинает уже визуально видеть то что не краешек у нас светится в пересвете а уже вот плюс также я начну сейчас аккуратно кисточкой вот вытаскивать прорабатывать вот эти участки что становится очень очень даже прикольно очень хочу чтобы это снимок пересняли и мне его сдали потому что здесь он очень классно я тоже хотел бы что-то такого рода у нас вообще мы уже с ребятами снимали похожие и я как раз планировал снимать парфюм в такой стилистике вот но браслет я ну браслеты то есть я не планировал я просто немножко задумался смотрю но ваш снимок он если его правильно проработать он классный он вдохновляющий могу сказать вот поэтому очень очень хочу чтобы сидела пересняли с учетом всех моих комментариев и получится очень очень классно вот серьезно вот а у меня похоже будет только с парфюмом вот и в общем увидите я как раз про это думал и соответственно у нас есть похожие примеры так что так вот прикольно сняли нравится единственное что нужно переделать но опять-таки лучше переснимите чем ретушировать нас настроить и правильно свет поставьте это все учить используйте ту же самую композицию в общем снимите я помню вы как-то снимали ящерицу вот так же переснимаем помним да то есть у нас там тоже что-то похожее было по свету вот а потом когда вы сделали было лучше так следующий наш участник значит следующий у нас могу сказать сейчас открою могу сказать что мне здесь он нравится все классно хороший получился у вас снимок в целом хорошо если не знаю вот докапываться конечно вот здесь бы я бы еще бы поставил бы одну какую-нибудь колосинку дырка там а больше не знаю но может быть я бы еще бы проработал бы вот здесь бы по яркости чуть-чуть вытащил бы вы здесь бы немножко убрал бы немножко а вот я вижу да все я просмотрел опять-таки ребят я сейчас немножко смотрю с маленького монитора вот сейчас из большого глянул знаете чё я бы сделал бы в этом снимке и я прям даже сейчас это здесь покажу открою photoshop где наш вот он здесь импортирую нам эту фотографию то есть вот я понимаю что бывают разные батоны то есть по как это сказать разные какие-то темные какие-то светлые вот и бывает такое что в кадре один светлее другой темнее чтобы я бы сделал бы я бы немножко либо поднял бы по яркости тот батон который чуть-чуть темнее либо спустил бы по яркости тот который светлее и соответственно вот сейчас я немножко вот это вот выровнял даже только по светлым участкам каплю совсем совсем чуть-чуть и все же знаете что думаю немножко приспущу по яркости получается тот самый светлый батон еще даже вот так вот чуть-чуть его каплю это дело все у нас сейчас мы инвертируем то есть вот и соответственно вот с слишком светлые участки слишком слишком светлый я чуть-чуть приспущу то есть что я этим делаю я этим немножко это дело все выравниваю ясно да чуть я тут задел да окей окей ладно сейчас не буду не суть не буду в этом ковыряться вот но опять таки сейчас я вот вот сюда уведу вот все я то и задел в целом мне нравится рекомендация просто слегка этот момент просто этот момент выровняйте и скидывайте в группу классно получилось а если есть где отдельным слоем у вас есть еще одно пшено который я вот здесь вот рисовал то будет еще более замечательный вот может быть его где-то можно свистнуть и просто его дорисовать но вот вот здесь опять-таки нужно смотреть вот ну примерно вот чтобы это вот так вот охватывал но в целом еще раз повторюсь мне этот снимок нравится вы справились вот маленькие вот эти моменты их откорректировать и все так в целом хорошо следующий наш участник значит понятно ну что я могу сказать если бы вы мне это давали бы допустим на обучение и вы мне принесли это в первый раз я сказал о ну в целом ничего но есть моменты которые надо переснять какие-то моменты во первых где фокус на то есть спереди банки нет во вторых я вижу что вы здесь закрашивали кисточкой и сами же в этом палитесь то есть вот участки то есть я прямо сейчас я к вам покажу так то есть вот вот вы дело просто это все закрашивали что это само по себе считать как халтура то есть вот кисточкой прорабатываете вот и если посмотреть здесь рисунок тянется а вот здесь у нас точки то есть все странно выглядит ваша банка этот вот жесткий ненужной блик и задается то есть вот даже вот здесь нету горизонта который вот вот здесь есть и задается вопрос вы творчески готовились к этой съемке или вы просто сняли банку потому что на букву б чтобы просто что-то скинуть в нашу группу чтобы хоть какая-то была от вас активность и у меня складывается впечатление что вы просто сняли чтобы просто скинуть что очень сам по себе просто плохо хочется чтобы вы если опять-таки в нашей группе то есть хотите участвовать в этой группе мне нужно чтобы вы скидывали и действительно готовились снимали а не просто лишь бы лишь бы что-то снять чтобы просто чтобы скинуть когда делается лишь бы что-то просто-просто это всегда выглядит без души и выглядит халтурно вот чего чем важно не важно чем вы занимаетесь сейчас во мне нотации не жизни вас учу чтобы у вас был подход к любому делу данном случае я сейчас говорю про фотографию был лучше на голову чем просто вы чё-то делаете всегда готовьтесь к съемке они лишь бы лишь бы следующий наш участник значит опять-таки у нас тема на б но я не вижу но по ментам я не вижу здесь игры магминтон я вижу ракетку могу сказать r я вижу девушку могу сказать ты но а где игра то есть примеры я уже дует его приводил то и как минимум снимали вместе совсем с тем студентом вместе и соответственно прослушайте тоже комментарий что это касательно этого комментария что я могу сказать вот если сейчас просто просмотреть это на будущее когда вы светите не забывайте про задний фон то есть вот потому что сейчас получается что ноги модели вот если это ее тело смотреть вот если тело вы здесь съелись то есть вот и получается что у модели очень широкое тело но ноги очень-очень получились маленькими что смотрится так себе я понимаю если там высветлит все дела я увижу контур то есть вот он идет уже более-менее становится нормально но здесь ноги пропадают и смотрится это очень плоско то есть до тени есть но это настолько контрастом закрученная картинка что в ней по сути ну не знаю я не вижу здесь того чтобы прям морской то есть объем или еще что вот плюс вот опять таки вот я же вижу этот момент обратить внимание вижу ваши ляпы те которые вы пытались затереть вот это вот что ведь я постоянно это на курсе пост обработки всегда говорю что мы должны делать чисто и видите почему здесь вот ног нет потому что вы все же здесь вырезали это очень грязная работа такой не пойдет и у меня еще такое ощущение что вы в пластике в пластике проработали руку вытянули что она прям одинаково повторяет контур руки вот прям такое ощущение поэтому такого рода работы не пойдут еще вот здесь вот так очень куда вырезали вот такого рода не пойдут надо более готовиться к съемке и понимать то как вы еще это будете ретушировать и не забывайте про вот эти всякие вот элементарные вещи когда ноги чтобы это выглядело то есть анатомически правильно в плане того то что но это странно большое тело и такие ну как это худые и плоские не пойдет вот при этом анатомически еще раз говорю здесь все окей но вы это все обрезали то есть вон продолжение ног он она здесь точнее ширина это вся вот она а тут вы все чикнули так могу сразу отправить вас на пересдачу потому что ну разве мы так проходим на обучение съемку разве мы снимаем вот так пых и в лоб мы как снимаем бокалы и смысл было снимать вот с такими с такой вот с такой постановкой света вот с такими разводами очень плохо что вот вас не было на мастер-классе по недавно по предметке так бы вы точно не снимали бы вот и моя рекомендация просто сейчас вот вы прослушали ваш комментарий снимите мне пожалуйста те самые домашки когда мы снимали бокал именно с нашим узким пучком белую стену вот еще раз поснимайте потому что в данном случае такое не пойдет это как минимум хотя бы нужно было снимать не вот так вот пыхой в лоб хотя бы через кальку хотя бы свет поставить там на восьмерку я не помог про мощность от пара цифры циферблата говорю придумать что-то с фоном а может быть это лучше было снимать без вспышки и снять с естественным освещением и пусть это будет свет от окна на какой-то там газете ведь по сути бусы это я не могу сказать что это прям устаревшая что-то но какие-то там старые газеты поставить либо еще одну создать вот эту атмосферу этих бус вот у вас получается вопроса взяли бусы и поставлю ну и сняли тут потому что это на бусы вот поэтому такого рода снимок не пойдет сразу же вас отправляем на пересдачу так прокомментировал все буквы остались пересдачи значит давайте-ка разберем эту работу значит 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 что мне сейчас не нравится да в предыдущей работе насколько память не изменяет вы обрезали по моему верхушку или что это было вот я сейчас честно не помню но вот допустим смотря на эту работу новым взглядом я вижу что вот этот цветок который здесь он очень сильно выбивается и берет на себя акцент нужно было либо уже в посте доработать либо так светить чтобы вот вот этот цветок вот я про вот этот говорю он был выровненный тот же самый пример я сейчас показывал с батоном то есть я один батон взял и сделал поярче чтобы они как-то ну вместе по яркости были иначе вот это выбивается что нужно исправить здесь нужно выровнять во-первых по свету не просто пятном а прям по каждому лепестку цветочку вот этому потом отдельно высветлить вот вот эти участки то есть вот смотрите вот вот этот участок вот я про него говорю он смотрится прикольный цвет классные линии но вот вот тут это все очень сильно теряется это все получается висит как-то в воздухе поэтому попробуйте сейчас не то что переснять а переработать этот снимок еще раз было бы здорово если бы листья то есть они бы не обрубались вот было бы лучше если бы это все не обрубалась вот но я уверен у вас хотя кто знает может быть у вас есть горизонтальный такой снимок кто его знает следующий участник у нас окей окей в целом скажу ок чем предыдущая работа мне здесь нравится конечно с немножко спорно с рукой но сейчас я на нее особо так не смотрим за чуть-чуть не нравится в руки сейчас покажу здесь уже момент нужно его ретушнуть сейчас покажу покажу то есть мне не нравится вот полоса слишком много нарисовал дать я сделаю вот так то есть мне нравится полоса на пальцах вот посмотрите увидели теперь эту полосу вот я вижу было бы здорово если бы вы исправили бы вот эти вещи в прошлый раз я помню что-то говорю про то что здесь очень много света и на лицо не смотришь здесь теперь все хорошо единственное что получается вот это исправить и вот это исправить но работа уже гораздо лучше и возможно было бы лучше чуть-чуть вот выровнять спину капельку вот просто капельку чуть-чуть чтобы не вот так было а немножко ровнее в целом классно вот но вот эти моменты ляпа нужно подправить так но могу сказать что это уже лучше чем предыдущий раз но здесь есть сейчас объясню чем вот опять плохо что у вас не было на мастер-классе потому что но с ним и гораздо был бы ваш этот лучше во первых мне не нравится то что здесь нету на в этом как его логотип на этике вот этикетка слов здесь не хватает как раз таки какого-то блика блик это очень важно мы на мастер-классе этим бликом посвятили очень много времени было бы здорово если бы он был бы хотя бы здесь вот такой то есть вот было бы здорово если бы здесь были бы хоть какие-то намек на контровые источники освещения как и вот здесь то есть чтобы это было было бы здорово если бы вот опять таки ну можно сказать так и должно быть или так не должно быть но было бы лучше если бы опять если бы я бы снимал я бы посмотрел бы вариант без вот этого вот полосы которые я сейчас на фоне то есть я бы вот вариант бы смотрел бы без либо как-то бы это обыгрывал что это все переходил бы как-то тонально что ли вот я бы этот момент в общем пересмотрел но однозначно не хватает вот вот здесь вот не хватает стен ности как это угла стены вот этого все ребят заговор устал уже то есть не хватает этого момента вы здесь бы блики бы я бы усилил бы вот тут будет блик бы поставил бы то есть вот эти моменты необходимы крышка вот именно эта часть крышки смотрится объем вот вот этот вот переход вот эти вот штучки смотрится объемно но все остальное оно не объемно она не дотягивает поэтому хочется чтобы еще раз сняли вот это все и задайтесь вопросом сами насколько вам нужно чтобы это было в кадре зачем она тут нужно ли она тут и почему она не в резкости вот она мастер-классе мы как раз прошли то как вот это все вот вместе всем сделать резко и кстати вот блик был бы здорово если бы он ну вот вот так вот я вот про эту говорю линии здесь нет иначе пропадает форма то есть вот вот так вот ясно да вот единство что есть объемно смотрится это вот эта штука если вы сейчас допустим скажете но вот эти вот шишка или чуть такое она здесь обязательно нужно но снимите чтобы она тоже была в резкости и не забывайте про фокусное расстояние фокусное расстояние очень важно у нас мастер-класс как раз начался с разбора фокусных расстояний почему это важно значит здесь в целом окей но есть очень много вопросов сейчас скажу во первых что здесь за темнота дыра во вторых ложка тоже как-то теряется она непонятная может быть ложку поставить не вот этой части к зрителю наоборот и может быть и уж поставить как то и вообще зачем это нужно это ложка чуть не делать может быть вот сюда что-то я не знаю коротку поставить какую-нибудь чтобы хоть какое-то было пятно почему вот эти обрезанные апельсины а вот здесь они такие цельные можно сказать там лимон и здесь апельсины окей если даже так могу сказать обрезанный смысл прикольно второй момент вот здесь чего-то не хватает это что за компот нужно было сюда что-нибудь закинуть чтобы тоже вот так вот было атмосферу державы иначе это получается вы растворили агар-агар вот и я ну лежит зачем тут вот этот вообще цветок что он тут делает это работа называется как работа называется работа называется так работа как называть по-моему называлась апельсиновый фреш штори или что-то такое было ну при чем сейчас домашний комнатный цветок на котором еще ромашки ладно он был бы еще оранжевый или там апельсины какие-то вот непонятно значит следующий наш участник я могу сказать что если вот сейчас попробуем вот так вот сделать вот так это было было бы лучше опять таки когда мы снимаем дать опять верну иногда это хорошо иногда это плохо просто я сейчас не хочу сделать так чтобы это стало как истиной которую нужно все время соблюдать но иногда это смотрится хорошо зрители когда смотрит на картинку он что он врезался вот вот поленки лежат какие-то то есть вот и он где-то там когда пробираясь через вот это все он приходит вот сюда нафига и плюс это немножко выглядит каким-то чуть-чуть сухим и плюс сам снимок выглядит каким-то желтым то есть баланс белого конечно подвел если же я сейчас вот этот момент вот так вот разверну допустим нажму ok значит править и теперь вот смотрите зритель который смотрит на вашу фотографию сейчас вот 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 он втыкается вот сюда то есть в апельсин и разрезанный соответственно даже само по себе у него быстрее будет выделяться слюни что апельсин там сочный и кисленький и так далее ну подумайте о лимоне и сразу начинают вырабатываться слюни то есть вот так быстрее это происходит жажда именно апельсина нежели воткнуться в получается как эта штука называется давай забыл это слово у меня в голове слова зра ладно я забыл это слово только что я помню нежели он втыкается вот сюда корица вот втыкается в корицу что она не кисленькая она не цитрусовая вот и втыкается в апельсин который на чистить а тут у вас же сразу и мякоть еще и мята то есть очень очень важно и также очень важен момент вот я сейчас вижу апельсин порезан как-то криво научитесь резать апельсины ровно это будет выглядеть получше и эстетичнее и приятнее то есть элементарно даже в любую ну любую рекламу посмотрите колбасы и так далее нам сейчас ластерами все это режут чтобы этого идеально ровно иначе смотрится неопрятно грязно моя рекомендация но опять так я сейчас не верно если сейчас апельсины вот это максимально запомнить и если есть еще апельсины попробовать просто еще разочек вот и не забываем про контровые источники освещения я в данном случае говорю про эти какого картон и то есть поставить чтобы вот здесь хоть как-то то есть у нас были контровые чтобы поинтереснее было так следующая наша работа боролись с одной ошибкой пришли к той же ошибки и какая-то ошибка это опять вот это вот грязное вырезание а зачем она здесь вот это вот видно же то есть вот у вас либо проблема тоже с монитором что вы не видите эти вещи но опять таки я не знаю либо у вас не понимание того то что так не должно быть это грязь это грязь то есть снимите чтобы вы вот этих вот проблем не было зачем вот эта штука видно же прям следы кисточки как вы это пытаетесь вырезать это очень грязно то очень очень грязно так не пойдет как идея да где-то прикольно опять-таки похоже на викторию иванову вот на ее творчество но немножко не пойдет было бы также здорово если опять-таки место апельсинов поставьте тут уже сейчас навряд ли найдешь но это надо читает другое искать можно поставить поменьше чем то может опять мандаринку там какую-нибудь и либо еще что но опять-таки еще раз та грязь которую вижу я здесь она не пойдет не пойдет и будет здорово если вилки будут без вот этих белых штук почему будет здорово потому что на вилки будут будут видны контровые освещения у вас же вот тут но я же вижу она есть и соответственно по симпатичнее будет смотреться чем вот эти вот белый любом случае можно и так так попробовать вот но вот эта грязь не пойдет я прошлый раз вас из-за этой грязи это грязюки которые есть отрыва переснимать а в итоге мы опять ту же самую мне грязь сдаете поэтому пересмотрите ваш подход не забывайте ключевое слово то что это грязно выглядит теперь смотрим здесь окей значит первое что мне бросается в глаза и что мне не нравится во первых ну зачем вот эти вот чертовы занавески зачем они тут нужны во вторых снимок он выглядит плоским нет объема вот ну нет здесь объема выглядит плоско а еще даже это выглядит где-то как-то как будто шею вырезали и вставили не пойдет как это лучше снять во первых поставьте свет бабочкой не так чтобы он на вас лупил а выше поставьте себя вот вы помните да что когда свет бабочкой если вы начинаете уходить вот допустим развернуться вот сюда у вас света с этой стороны станет меньше этим самим у вас даже будет здесь вот треугольник помним да если вы разворачиваетесь в эту сторону соответственно здесь то же самое будет света меньше и тут будет уже треугольник но у вас тут а в данном случае руки поставьте источник освещения побольше не вот этот жесткий маленький свет направленная из вспышка это воспыхает либо что это у вас тут поставьте это постоянной чтобы у вас еще был при этом постоянный свет то есть да здесь нужно найти какой-то такой компромисс не только вспышка чтобы это еще был пилотный свет но вы сами выбрали себе эту задачу почему это важно очень если у вас будет еще в этот момент пилотный свет когда вы и вспышкой и работаете пилотным у вас вот так вот тянутся будет то есть у вас будет видно как вот вот сюда тянетесь а если вы это снимаете просто в темном помещении где каждый ваша снимок это новый пых допустим поставьте вспышку выше сделайте этот как его источник больше чтобы это не было плоско тогда будет лучше иначе сейчас это выглядит плоско по свету и вот эти вот занавески которые там смотрится некрасиво поэтому еще разочек надо поделать значит здесь прошлый раз я примерно помню что я говорил но опять таки давайте сейчас я буду говорить о новых ощущениях при просмотре данного снимка знаете еще не хватает здесь немножко не хватает то то что сами объекты они слишком развернуты наверх и картинка она выглядит как будто сплющенная то есть вот вот это все выглядит сплющенно было бы здорово если бы эти апельсины смотрели больше на нас то есть приподняты больше на нас они куда-то смотрят непонятно качестве примера вот просто да немножко сейчас тематика конечно уйдет но это похоже то есть вот допустим одна из наших участниц когда она взяла такую же тематику чтобы были фрукты на отражение она не один раз это мне переснимала там были по моему у нее киви сейчас мы найдем работаю студентки сейчас это все прогружается там были киви и мы их снимали несколько раз да вот они вот попробуйте вот так попробуйте апельсину так поставьте будет тоже интересно либо ориентируясь на этот снимок и посмотрев на другие кучу других попробуйте что-то придумать свое но здесь мы и над многим работали над формой на тем как порезали то есть это из этой же серии когда студент вот это резал столько раз там столько было попыток вот это вот порезать и сделать что в итоге мы все равно добились своего и это смотрится нормально то листик был не тот кто какой-то там третье четвертое колечко было толще либо еще что а потом мы пришли к тому что вот это стало классно вот это же хочется чтоб у вас получилось это классно только единственное что нужно продумать то как вы их ложите и также касательно того как вы их порезали то есть максимально ровно порезать порой это очень сложно а еще нужно учитывать то что они изгибаются но в целом могу сказать порезаны как будто бы нормально только вот немножко нужно чтоб смотрели на нас вот капельку а так норм в целом норм но попробуйте поизучайте еще разные примеры я уверен у вас может выйти что-то хорошие опять-таки ребят я не знаю что если сейчас уже апельсины или нет можно попробовать с другими объектами так здесь одна шестая понятно мне здесь не нравится то что кора кора то есть сейчас кора говорю господи ты боже мой корову деревьев мне здесь не нравится то что вот вот здесь пересветы и она не отличается от вот это от этого по яркости не отличается вот там ходят что-то говорят в рупор так очень как будто в half-life кто играл хочешь по городу и там тоже группа как говорят вот в общем мне не нравится то что здесь пересвет очень сильный то есть так не должно быть то есть текстуры же должна быть то есть по яркости ок но общая картина то есть вот если просто был бы апельсин в целом окно вот это не пойдет это пересвет следите за этими вещами это очень очень важно следующий наш участник вот тоже плохо что вас не было на нашем мк потому что мы всяк такое там делали касательно бликов здесь если посмотреть во первых банка вся синяя во вторых тот огонь который вы нарисовали это очень мало это прям действительно очень мало потому что нужно было взять что-то побольше объемнее массивней чтобы это было ну и прокрутить во вторых банка здесь не хватает получается сейчас секунду здесь не хватает нам контровых источников чтобы они были побольше прям побольше и не хватает света вот здесь то есть ну слабенько в этом плане по свету отправить вас заново переснимать с удовольствием вот но опять-таки мне нужно чтобы вы учитывали многие вот эти моменты еще раз когда вы будете это переснимать светите так чтобы было больше огня то есть да вот тот же сам пример работы студентки видим да здесь без капли фотошопа без ничего то есть вот тоже огнем но понимаете я немножко боюсь отправлять людей переснимать с огнем потому что вдруг пожар еще устроите а потом я буду сидеть и думать блин не надо такое задавать и потом вы будете сидеть тоже такие все нафиг надо в этом плане это нужно аккуратнее делать вот допустим смотрите студентка она вот который то сняла бокал до этого она я также это показывал то есть она видела это снимок и вот где много огня и здесь нет контрового здесь нет одним источником освещения который вот видно даже откуда он идет но остальную всю работу сделал огонь и поэтому если вы еще раз будете это переснимать сделайте побольше за какие-то отголоски чего-то там потухшего и ушедшего и следите за балансом белого вот это очень-очень важно следующий наш участник значит смотрите ошибка такое ощущение как будто бы и не поправилась потому что я вижу здесь опять у нас этим нарисовать вот что не рисует вот опять слишком белый здесь участок здесь ушло в темноту апельсин у нас темный не сочный на нем не хватает блика стакан у нас плоский не хватает блика а еще вот эта штука похоже на улиточку то есть вот так вот глаза сейчас нарисую о улиточка либо какой-нибудь карабик если ему нарисовать эти клешни ясно да вы прошли у меня мастер-класс вот недавно соответственно с учетом то что я сейчас говорю и с учетом полученных знаний я хочу же будет пересняли и чтобы это выглядело красиво чтобы у нас был на снимке вот здесь вот красивый блик если он там нужен чтобы апельсин подсвечивался чтобы фон вот так вот не уходил в пересвет как это у вас тут чтобы не уходил вот так вот пересвет и чтобы а помимо блика у нас в снимке помним до сзади когда мы ставим серебряную картоночку чтобы вот плавный переход был у сока поэтому с учетом всех комментариев ждут вас еще одну пересдачу так и следующий участник в целом могу сказать знаете вот так вот сделаю так 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 в целом окей но знаете что не окей здесь воздух зачем этот воздух нужен то есть если бы допустим я сейчас вот так вот сделаю как-то где контраст слегка то есть вот я прочу говорю эти воздуха сколько если бы не было бы воздуха опять это очень грязно кряво был бы лучше если бы воздуха не было то есть он пропал бы вот так вот вот это опять на посте это все решается само по себе вот и если говорить вообще про снимок я бы сюда бы контровой поставил бы немножко чтобы это светилось было бы красивее вот 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 так в целом ок но вот эти моменты не хватает и сам апельсин я бы чуть-чуть в ту сторону развернул бы ну я имею чуть сюда капельку вот просто капельку чтобы зритель в него сразу втыкался не в край вот этого а немножко у него в целом окей может быть у вас среди файлов есть там снимок вот в целом ок вот посмотрите если есть скиньте посмотрим но контровых конечно не хватает следующий участник хорошо пушкин прошлый раз я помню выясняли так что были видны ноздри сейчас композиционно окей но опять это из разряда вот я комментировал работу про статуи где буду вот ну статуи статуи стоит или сидит и памятник и так далее и так далее все слишком ну как-то очевидно просто то есть даже трудиться ничего не надо но сфотографировал да конечно сейчас это выглядит уже лучше чем было нашу дать вы были ноздри сейчас уже композиционно справа взгляд идет там где есть место и да уже лучше но он такой вопрос а вы какашки нам специально оставили чтобы на них смотрели наслаждались ими замечательные какашки на памятнике супер прям круто зачем нам какашки просто ведь вы же можете в ретушу убрать это вот даже если так вот посмотреть я понимаю да там не залезешь его не помоешь но вред что можно брать и смысл нам с какашками сдавать вот что конечно и опечаливает значит 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 опять вот я помню я комментировал ту вашу работу здесь тени не хватает объема не хватает они у вас какие-то работы все слишком контрастно сжатые то здесь нету средних тонов то есть у вас есть и яркие участки черные участки а средние где где тени вы пыхаете большую то есть синие вспышкой пыхаете но нужно же рассеивать чтобы это мягче было я очень сильно хочу чтобы сняли чтобы это было мягче даже вот есть сейчас не знаю если тут такое какие-то фильтры если я сейчас добавлю чтобы воздух немножко был ну вот что-то такое какое-то хоть какой-то воздух есть а до этого они все какие-то прям жестко и слепленные какие-то вот не хватает какого-то я не знаю дыхание не хватает а ну все прям впритык вот и даже можно немножко вот уменьшить вот еще разок снимите эти же краски посмотрите разные вариации композиции и снимайте пожалуйста не маленьким источником освещения а пошире либо отражайте этот источник освещения поставьте так схему освещения так чтобы это стоило рядом с белым ватманами на этот белый ватман напротив свет то есть рассеете свет иначе очень жестко получается и получается плоско я хочу чтобы было объемно так вот итак ребят значит я прокомментировал все работы которые вы мне скинули все кто участвовали молодцы все кто не участвовали ребят печалька напоминаю и в какой раз уже повторяюсь те кто снимают и практикуются они быстрее растут нежели чем те которые просто сидят помимо того что и разборы не смотрят и просто не участвуют что сам себе плохо помните да еще очень важно истину человек совершивший ошибку и не справивший ее совершил очередную ошибку то есть поэтому те кому я сказал переснимать либо еще что берите переснимайте свои работы это очень очень важно только так вы сможете расти для тех кто досмотрел до этого момента видео хочу сказать то что у нас также есть на канале и другие разборы записаны и не на ipad там и трансляции есть смотрите там работа тоже и примеров очень очень много интересных вот подписывайтесь на наш канал youtube у нас есть канал в telegram вот instagram и так далее так далее так что такие вот дела всем хорошего вечера всем хорошего дня увидимся совсем скоро и следующее это будет игра на букву в всем пока пока